Новости про европейский кризис и нарастание проблем. ЧП в Германии, очереди на французский АЗС, госпиталь на грани банкротства. Детали у Регины Севастьяновой. В Бельгии достаточно известный брюссельский госпиталь, которому 99 лет. Брюгеман, который насчитывает 4,5 тысячи человек кадрового состава, сейчас находится под очень серьезным давлением. Все сотрудники получили сообщение от своего руководства, мы должны пытаться экономить энергию. Например, сейчас сотрудников госпиталя попросили опустить температуру в комнатах, где это возможно, до 20 градусов. Естественно, что это не касается, например, родильных отделений или отделений, где находятся новорожденные дети. Но, тем не менее, предполагается, что госпиталь должен снизить среднюю температуру до 20-22 градусов, то есть это на 2 градуса, чем обычно. Таким образом, поясняют средства массовой информации, можно попытаться сэкономить примерно 7% энергии, которая обычно потребляется этим действительно гигантским госпиталем. При этом говорится в статье, посвященной этой проблематике, что в ближайшее время не будет большим сюрпризом, если пациенты и те, кто работает в этой клинике, будут, например, открывать кран, и там только холодная вода. Потому что где нет необходимости воду подогревать, этого делать, соответственно, не будут. По всей Европе, пишет, например, сегодня политику, из-за инфляции, из-за последствий ковида, из-за сокращения состава рабочих, и, конечно же, из-за кризиса, вызванного ростом цен на энергию, госпитали сталкиваются с серьезными проблемами и даже угрозой либо полного, либо частичного закрытия. Например, в госпитале в Восточном Бранденбурге уже вынуждены были заявить, что они банкроты, и полностью закрыть двери. Некоторые клиники в Германии сейчас должны были закрыть отделения, которые наиболее затратны или требуют все-таки меньшее количество врачей для того, чтобы попытаться сэкономить и оставить в рабочем варианте остальные, скажем так, части клиника. В общем, как говорит специалист, выскажившийся на странице политику Геральд Грасс, если ты ресторан, и у тебя растут затраты на энергию, ты можешь просто поднять цены на блюда, которые предоставляешь, что невозможно сделать в сфере госпиталей клиник, врачебной практики. Поскольку там существуют очень четкие, законодательно установленные нормы, как именно рассчитываются цены предоставления услуг. Поэтому, говорит Грасс, в ближайшее время, к сожалению, Европа может столкнуться с целым рядом закрытия лечебных заведений, что, конечно, станет большой проблемой для пациентов. В 2021 году госпиталь, о котором он говорит, потратил 2,5 миллиона евро на энергию. В 2024 году, предполагается, это ему будет стоить более 7,5 миллионов. Университетская клиника Брюсселя столкнулась с той же самой проблемой. У нее за год счета выросли с 6 до 12 миллионов. Всемирно известная клиника в Алсте, которая проводит совершенно уникальные операции на сердце, говорит о той же самой проблеме, только там счета выросли на 8 миллионов с 3 до 11 за год. Это серьезная проблема как для клиник в Европейском Союзе, так и, например, в Великобритании, где тоже о такой же проблеме говорит Национальная служба здравоохранения. Пишет об этом британский медицинский журнал. В среднем на клинике вот такого уровня на 2 миллиона фунтов стерлингов выросли уже счета за энергию. Естественно, эта проблема касается не только одной какой-то сферы, скажем так, жизни. Сейчас здесь все обсуждают проблемы, с которыми столкнулась Франция. Из-за забастовки на нефтеперерабатывающих заводах, сотрудники которых просят поднять зарплаты на фоне роста цен, Франции просто не хватает топлива. Три из шести таких предприятий во Франции остались закрытыми в субботу. В итоге сегодня средства массовой информации Франции пишут о том, что около 30% заправочных станций стоят де-факто пустыми. Поэтому на те заправки, которые работают, и учитывая также панические настроения в обществе, выстроились очень длинные очереди. Большое количество фотографий и видео курсируют в интернете. Сегодня представитель Национальной Ассамблеи Габриэль Аталь уже выступил с утра по радио, где сказал, что не поддерживают такие меры со стороны профсоюзов, ведь переговоры о повышении зарплат только начинаются. Они уже проводят такую серьезную забастовку, которую, по его словам, оказались подвержены французы самых разных слоев населения. Многие из них не смогли добраться, например, до рабочих мест. Кстати, Элизабет Порн, премьер-министр Франции, тоже поддержала позицию Аталя и тоже раскритиковала бастовщиков. Но те говорят о том, что если на их условия не пойдут, они будут продолжать свои забастовки. В Германии фермеры на тракторах присоединились теперь к забастовкам. Мы помним прогремевшую по всей Европе забастовку нидерландских трактористов. Теперь немецкие фермеры решили повторить эту ситуацию. Но пока что не сказать, чтобы это сильно занимает умы, по крайней мере, журналистов в Германии, потому что, конечно, на первом плане произошедшее в эти выходные, в субботу на протяжении трех часов была остановлена большая часть железнодорожного сообщения Германии, потому что в двух местах одновременно был перерезан оптиволоконный кабель. В Берлине говорят о том, что это, судя по всему, саботаж, потому что произошло это на расстоянии более 100 метров друг от друга, в одну и ту же минуту буквально. Поэтому сейчас открыто следствие, ищут, кто может стоять за этой ситуацией. Учитывая это и тот факт, что в Германии до сих пор естественно идет следствие по поводу взрывов на нитках северных потоков, в Германии стали говорить о необходимости усиления, защиты гражданской инфраструктуры, поскольку, как считают немцы, эти два мероприятия, эти два инцидента могут быть связаны друг с другом. На Шлобкор в Брюсселе Регина Севастьянова. Продолжая наш эфир, двойники должников могут теперь в режиме онлайн заявить о путанице и вернуть те средства, которые были списаны по ошибке. Новый сервис, позволяющий это сделать, появился на портале госуслуг. Речь идет прежде всего о случаях полного совпадения имени, отчества, фамилии с должниками, на которых автоматически обращено взыскание. О том, как, не выходя из дома, избавиться от долгов, к которым не имеешь отношения, Марина Костюкевич. Иногда долги образуются, даже если ты никому не должен. У человека, не имеющего машину, вдруг оказывается долг по штрафам за нарушение ПДД, а за пенсионером, по закону, освобожденному от налогов на имущество, числится этот самый долг. И происходит это только потому, что в нашей стране немало полных тезок, людей, имеющих одинаковое имя, фамилию и отчество. В народе их уже прозвали двойниками. Чужие долги, автоматически приписанные по этой формальной ошибке, стали массовым явлением. Чтобы доказать свою невиновность, люди вынуждены были обивать пороги службы судебных приставов, а порой и платить чужой долг. Иногда средства списывали с карты двойника автоматически, а доказать свою непричастность было непросто, говорит адвокат Александр Танканок. Это мог быть другой город. Человека, если ему там 300-400 километров нужно проехать, чтобы попасть на прием к приставу, чтобы записаться, чтобы написать заявление, чтобы получить информацию относительно того, что это не он является должником. Конечно, многие люди, чтобы не связываться с такими длительными расходами, финансовыми и временными, конечно, многие платили раньше и все. Сейчас это, конечно, будет, безусловно, упрощать все эти задачи. Зашел в госуслуги, обратился. Упрощенный режим заявления о своей финансовой непогрешимости и указании на ошибку в системе есть теперь на сайте госуслуг. Благодаря новому сервису, который здесь появился, можно будет в несколько кликов избавиться от предписанных по ошибке долгов. Для этого на портале нужно найти раздел «Подача заявлений и ходатайств» в Федеральную службу судебных приставов. В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве» выбрать вариант «Нам не числится чужой долг, я хочу его оспорить». В заявлении необходимо указать номер исполнительного производства и сведения об отсутствии долга. В качестве доказательства подойдет скан документа, который позволит однозначно идентифицировать гражданина, например, паспорт или СНИЛС. Его нужно загрузить. Автоматически сформированное заявление поступит в ФССП России. Кроме того, заявить о себе, как о человеке с ошибочным долгом, можно на сайте Федеральной службы судебных приставов напрямую через электронное обращение в сервисе «Интернет-приемная». Достаточно выбрать тему «Я двойник» и написать о совершенной ошибке. На рассмотрение обращения, идентификацию, устранение нарушений и ответ заявителю отводится два дня. Если проверка подтвердит законность обращения, судебный пристав-исполнитель отменит все наложенные ограничения. Но как быть, если без вины виноватого уже списали деньги автоматически, если удерживают или удержали средства из заработной платы или других доходов, эти средства должны вернуться, говорит адвокат Александр Танканок. Если убытки связаны с необоснованным взысканием, соответственно, закон всегда предусматривает способы защиты. Если это суммы большие, то, конечно же, человеку можно спорить и искать непосредственно деньги обратно. Возможность восстановления справедливости в режиме онлайн через госуслуги это отличное решение и, безусловно, цивилизованный подход. Но гораздо важнее не допускать таких ошибок впредь. В таких случаях, как правило, ссылаются на некий сбой в системе. Но стоит помнить, за проверкой всегда стоит человек и зачастую проблема у невиновного это результат чьей-то халатности. Если это преодолеть, то и двойников у должников не будет, считает Александр Танканок. Если это программа, в которой это все забивается, необходимо дополнить эту программу такими пунктами, которая бы точно не смогла допустить такой ошибок. В наш современный век такая путаница по фамилиям и отчествам вызывает очень странные чувства. Непонятно, как в целом можно привлечь другого человека. Тем более, есть дата рождения, есть паспортные данные, есть место рождения. Стоит ли требовать персональной ответственности виноватого и возмещения морального и материального вреда в случае, если произошла ошибка и удалось это доказать? Это решается индивидуально. Безусловно, если долг был небольшим и путаницу тут же устранили, вряд ли человек захочет погружаться в судебные дрязги. А вот если ему пришлось тратиться на переезды в другой город, нанимать адвокатов или с него уже успели списать часть долга, а то и весь долг, а ему в ту пору деньги были очень нужны, то здесь, говорят юристы, вполне возможно выставить уже свои счеты к тем, кто это допустил. Суд в таких случаях встает на сторону потерпевшего. Марина Костюкевич, Вести ФМ. Верховный суд принял решение по резонансному делу об иске к мобильному оператору, который выдал мошенникам дубликат сим-карты абонента без его согласия. На четыре дня истец потерял доступ к своему номеру и за это время аферисты смогли добраться до его банковских счетов. Это уже распространенный вид мошенничества. Украденные деньги абонент пытался взыскать со своего мобильного оператора, но в судах первой инстанции получил отказ. Оператор смог доказать, что выдал дубликат правомерно по обращению якобы представителя истца. И только Верховный суд помог гражданину добиться справедливости. Мы обсудили это дело с адвокатом Вадимом Богатуре. Сотрудники салонов сотовой связи не обязаны проверять подлинность доверенности. Они не должны звонить в нотариальные конторы и проверять, выдана ли такая доверенность. И даже если эта доверенность выдана, уполномачивал ли доверитель представителя своего на замену номера. Вот далее все происходило. Да хорошо, человек сам понял, да, что он же видел в личном кабинете у себя в банке, что у него снимают средства. И я там посмотрела материал этого дела. Получается, что он в течение этого времени требовал от оператора реакции. Мол, вы же видите, да? Да, да. И он же был прав. Ну, по крайней мере, я вот не юрист, но мне кажется, что у истца правомерные требования были. Но оператор не реагировал. Совершенно справедливо. Ровно по этой причине истец данное дело и выиграл. Это частное дело, и там Верховный суд прописал в решении именно то, что сотовая компания не доказала то, что она сменила номер правомерно, потому что не было в материалах дела доверенности той самой долополучной. То есть решение сегодняшнего Верховного суда не означает автоматического признания вины сотовых компаний, в том, что такие случаи будут повторяться в будущем. Здесь это важно понимать. Вот как нам всем, что называется, на что обращать внимание, мы все клиенты каких-то сотовых компаний, да, у многих людей есть деньги в банках и так далее. Вот если происходит такая ситуация с номером, как действовать? Ну, прежде всего нужно синхронизировать свой телефон компьютером или планшетом, чтобы в случае смены номера можно было удаленно через другого клиента зайти в приложение, поменять пароли или перевести деньги, или написать службу поддержки банка о том, что деньги могут быть похищены. Второе, это пойти в офис сотовой компании и написать заявление о том, что, ребята, я никого никогда в жизни не собираюсь полновачивать в том, чтобы мой номер сменили. поэтому, если такой инцидент в будущем произойдет, в принципе, вина компании может быть доказана. и третье, если вам стало известно о том, что ваш номер украли, то надо незамедлительно пойти в банки и подать заявление о том, чтобы никаких действий с вашими приложениями по переводу денег не осуществлялось. И, безусловно, нужно обратиться в полицию. Это, ну, в общем-то, та точка, с которой можно дать старт официальному расследованию. Потому что, так или иначе, угон номера это тоже преступление, потому что его можно квалифицировать как покушение на мошенничество либо на кражу. Выражение угон номера, да, вот он тоже входит уже в современную лексику россиян. Да, да. Вот тут еще такой момент. Вы говорили о том, что заявление написать и в банк на всякий случай. Если потом произошло незаконное списание, за все будет отвечать уже банк, мобильный оператор, как говорится, уже не при делах? Совершенно справедливо. В данном случае будет отвечать уже банк. Задача клиента подтвердить всем заинтересованным лицам, в данном случае сотовому оператору и банку, то, что его воли на смену номера или на осуществление финансовых операций нету. То есть, все, что будет происходить в дальнейшем по доверенности, удаленно, через приложение, через компьютер, это все находилось вне воли этого клиента и не под его контролем. Владимир Вячеславович, а какие существуют законные причины, по которым действительно к оператору могут обратиться от имени истца? Это может быть любая частная ситуация или перечислен какой-то конкретный набор вариантов? Вы знаете, в теории законной причиной является любое желание любого участника подобных правоотношений. То есть, он даже не объясняет, почему он получил такое право? Ну, в общем-то, да. То есть, если я выписал доверенность на какого-то другого человека, то я подразумеваю, что этому человеку я доверяю, и он может выполнять любые действия по моему поручению. И доверенность нужна лишь для подтверждения этих полномочий. И здесь можно было бы говорить о законодательном изменении процедуры смены номера. Ну, например, только если клиент, который меняет номер, отключает его или, наоборот, приобретает, потому что красивые номера тоже могут воровать, то этот клиент приходит в отделение в сотовую компанию, в любое, да, и говорит, что я хочу поменять, вот мой паспорт, пожалуйста, поменяйте. Но из этого вытекает и другая проблема. Неоднократно так номера угоняли и по паспортам, в которых была сделана склейка. То есть, паспорт на имя как бы клиента сотовой компании, а фотография злоумышленника. То есть, в любом случае компания сотовый оператор, она априори ответственности за подлинность документов, за доверенность или за паспорт не несет. И она в суде будет вам это доказывать. И, как правило, практика исходит из того, что в суде сотовая компания оправдывается таким образом. Я поэтому еще раз повторю, что сегодняшнее решение, оно не носит прецедентного характера, и оно не означает автоматического признания в будущем того, что сотовая компания будет всегда возмещать все убытки потерпевших от подобных преступлений. Это мы уже поняли. Но, коль уж мы обсуждаем эту тему, ведь существует же еще и у государства в лице своих официальных представителей обратиться к мобильному оператору и забросить дубликат сим-карты. Ну, государственные структуры имеют корпоративные тарифы, как правило. Там они не персонифицированы. То есть есть пул номеров, которые, например, МВД или Следственный комитет или прокуратура своих работников закупают. Комментарии Вести АМФМ дал адвокат Вадим Багатуре.